привет друзья с вами арам и сегодня я бы хотел с вами поговорить про мониторы от компании dimax audio под названием super cubes 5 это однополосная 5-дюймовая динамики ближнего поля я их получил почти месяц назад но решил сделать тест эксперимент и так далее поработать на них чтобы сделать честный обзор рассказать мое мнение и рассказать что же они себя представляют в комплектации идет два монитора 5-дюймовых каждый по 50 ватт с пиком кабели две штуки 3 метра кабель питания и отдельный усилитель здесь хитрость этих мониторов скроется не только в самих кубах то что здесь идеально 20 20 20 размеры но еще и в усилителе в котором устроен dsp чип но давайте по очереди давайте начнем с усилителя усилитель реально очень интересно я имею огромное количество опыта работы с активными пассивными мониторами с различными усилителями брайст и хафлер и так далее и чем же отличается этот усилитель разработчики внедрили сюда специальную dsp технологию которая позволяет подкорректировать а чх и фчх иными словами говоря прежде чем звук дойдет до мониторов она обрабатывается специальным dsp чипом для того чтобы к мониторам дать более правдоподобный линейный сигнал задержка всего лишь пять миллисекунд и это на слух вообще не заметно первое впечатление то что я их включил это было вау потому что такого низа я не слышал из таких кубиков у меня было такое впечатление что это будет что-то в стиле ауратона такой щит-контроль но я удивился потому что спектр реально очень богат и хочется подчеркнуть то что разработчик подсказывает что от 50 герц до 20 килогерц частотный спектр но делав эквализацию я комфортно делал эквализацию ниже 50 я слышал 35 40 герц и так далее в принципе это реально очень удивительно на таких размерах колонн низа здесь реально достаточно и первое впечатление когда вы включите точно такое же будет как у меня вау сколько много суба здесь можно комфортно работать несмотря на то что многие позиционируют как эти мониторы как щит-контроль я считаю что это не только щит-контроль это полноценная монитор на которых можно работать из-за своей цены это один из самых лучших вариантов которые вы можете себе позволить по весу могу сказать что 35 килограмм каждый весит и плюс усилитель то что дает нам возможность использовать его в транспортировке конечно было бы удобно если у сам усилитель находился внутри динамика я думаю разработчики это попробовали возможно это привело бы тому что сами размеры динамика стали побольше они решили просто отказаться от этой идеи сделать идеальный куб 20 20 20 и еще идее иметь отдельный двух юнитовый усилитель для того чтобы подключить к этим мониторам и использовать поработав разных музыкальных направлениях я пришел к тому что эти мониторы себя очень классно ведут в разных музыкальных стилях но особенно хочется подчеркнуть сведение рока поп музыки акустических треках когда ты включаешь на этих мониторах и прям становится понятно что по балансу не то что ярче звучит что мутнее что убрать и так далее то есть звук реально потрясающе из минусов хочу подчеркнуть то что из-за того что размеры маленькие этих мониторов вам строго нужно придерживаться одной позиции прослушки потому что если вы двинетесь чуть-чуть влево или чуть-чуть вправо то вы потеряете эту точку и соответственно контроль над частотной зоной будет не то поэтому для прослушки музыки для каких-то других задач возможно это не лучший вариант но для сведения для мастеринга для того чтобы контролировать звук сделать баланс сделать сведение и чтобы это было еще доступно по бюджету это самое идеальное решение подойдут они еще электронному музыканту почему же нет потому что здесь играется достаточно низа и можно контролировать ультра низкие частоты вы знаете что я попробовал огромное количество мониторов у меня есть мэйны но эти мониторы я оставлю себе как мониторы ближнего поля потому что я прям удивлен честно говоря я не ожидал что отечественный разработчик может сделать мониторы такого класса всегда к отечественным продуктом у меня были вот такие скептические впечатления но потому что вы все знаете у нас какие проблемы с отечественными продуктами но этот продукт реально удивил и ожидание того то что я ожидал и то что в итоге получилось они реально отличаются я почти месяц был в восторге вызывал своих друзей говорю вот послушайте как вы думаете играет сабы или нет но все говорили ну что-то будет в стиле ауратона я включаю они слушают блин откуда такой низ у тебя сабвуфера нету говорю нет просто обычные мониторы поэтому от этого можно сделать выводы что supercubes 5 это прям очень классные динамики возможно некоторые ребята захотят их использовать сабвуфером я не яро фанат использования мониторов сабвуферами и я считаю что лучше использовать без и supercube 5 дает такую возможность вы можете эти мониторы использовать без сабвуфера и это прям будет в принципе нормально звучать по суммарной мощности это где-то 100 ватт и соответственно это не очень громко и не очень тихо для такого размера мониторов плюс из-за того что вот воспроизведение частот происходит с одной точки и высокие средние низкие частоты вот прям с одной точки выстреливают ваше ухо вот от этого у вас такое впечатление как будто вы слышите максимально линейный звук невозможно передать через камеру все мои ощущения я вам рекомендую обязательно найти шоурумы где можно послушать эти мониторы потому что они недооцененные в нашем сегменте я считаю что стоит на них посмотреть и стоит их иметь в наличии по частотному спектру могу сказать что мне понравились не только низкие частоты но и высокие частоты как он звучит детализации так далее по средним частотам опять же нужно найти вот эту точку прослушки если вы прям найдете идеальное положение от вашей ушей и правильную дистанцию этих мониторов то вы послушайте прям идеальный идеальный линейный звук я вам обещаю просто вам придется чуть-чуть заморачиваться как и я я и двиг двигал лево вправо поднимал опускал до того чтобы получить оптимальное расположение для моих ушей для того чтобы слышать вот именно весь частотный спектр в этих мониторах можно полноценно сделать эквализацию вырезать артефакты в найти резонансы сделать баланс можно сделать полноценное сведение сделал такие челленджи я просто отключил фокалы и поработав на них некоторое время я собрал несколько треков потом сравнивал на фокал их и результат меня реально удивил самое главное они реально маленькие вы можете взять их таскать куда угодно ну что друзья на этом все под описанием это видео пишите имеете ли вы опыт работы с этими мониторами и какие у вас впечатления обещаю что скором времени мы с вами встретимся и поговорим про новая тема эти монитор у меня останутся в студии как основные мониторы ближнего поля всем пока